Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый вечер, дорогие слушатели подкастов «Дюссельдорф по-русски». Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас такое интересное у нас было. Это уже второй дубль, потому что первый дубль из-за интернет-связи оборвался. Поэтому сейчас подкаст будет самый веселый. Мы его должны дослушать до конца, прокомментировать и в следующий раз принять в нем участие. Марина, какая сегодняшняя тема нашего подкаста? Мы разговариваем о чаевых. Кто сколько получал, мы уже, в принципе, обо всем поговорили, поэтому можно заканчивать. Но мы проведем веселый эфир, как ты и сказал, поэтому поехали вторым дублем. И спрашиваю сразу у тебя, что такое для тебя чаевые, или можешь прочитать из Википедии, давай, и даешь ли ты, давал ли ты, получал ли ты чаевые? Ты знаешь, что такое для меня чаевые? Мне трудно ответить, потому что, с одной стороны, хочется сказать, что это как бы оценка за обслуживание, хотя, с другой стороны, не совсем это так. Что касается, получал ли я чаевые, чаевые не получал, взятки не получал, но и то, и другое давал в своей жизни. Но мы сегодня говорим о чаевых. Да, чаевые оставлял, и сразу скажу, где. Это рестораны, кафе, о, за мной полиция приехала. Рестораны, кафе, такси, парикмахерские. Ну, в принципе, вот такой, как бы, костяк, где я оставлял чаевые. Марин, ты брала чаевые? Я по роду своей деятельности получала и получаю довольно-таки часто. Самая большая сумма моих чаевых, которые мне дали, было 500 евро. Да ты что? Да, это правда. Мы можем у тебя сказать, чем ты занимаешься или нет? Ну, просто вопросы будут, где такие чаевые дают. Я могу сказать, от кого я их получила. Я получила от русскоговорящей клиентки, которая приехала в практику, где я работала, у дерматолога. И я ей проконсультировала, как ухаживать за кожей, какие-то крема посоветовала. И она настолько была довольна, что она купила целую корзину товаров, ухода за своим телом, лицом. И плюс оставила мне такую сумму чаевых. И у нас вообще нужно было сказать, что в практике можно каждому, обычно в медицинских учреждениях, в практиках, можно общая касса есть такая, да. У нас можно было каждому работнику иметь свою. Ну, так она должна была стоять в сторонке. И хочу по Германии сказать, в сфере услуг, в принципе, принято давать чаевые, но суммы маленькие дают. А ты сама оставляешь чаевые? Ну, тебе-то дали 500, мы это уже все поняли. А ты вообще так вот щедра в чаевых? Выборочно. Да, я обязательно стараюсь давать в кафе, в ресторанах, в парикмахерских, то есть в сфере услуг, в отеле. Потом лифа, динст, это когда что-то привозят. Доставка. Доставка, да, такси, нет, как-то не приходилось, округляешь, да, если может быть, чаевых там процентами в Германии не давала. В России я давно не жила и не живу, поэтому не знаю. А выборочно, потому что, ну, считаю, что это все-таки дается за качество услуги. Вот, поэтому не всегда. Хорошо, ну ладно, мы тебя отнюдем, потому что, я думаю, ну, после той суммы, что ты назвала, нам с тобой уже больше неинтересно разговаривать. Вот, продолжаем нашу социалистическую дискуссию. Ольга, давай. Да, но я за свою жизнь отдала чаевых несоразмерно больше тому, чем я получила. Получала я чаевые, когда мне было 14 лет, когда я продавала пирожки от ресторана, и некоторые клиенты не хотели брать сдачу, там, 5 копеек или 6 копеек. И вот это весь мой опыт получения чаевых. По поводу того, где и кому я их даю и давала. Я жила в России не так еще давно, и там я регулярно их оставляла в парикмахерских, когда мне нравится, как меня стригли. Но последние годы мне всегда нравилось, как меня стригли. Кафе и рестораны в России принято давать 10-15 процентов, я так и оставляла. Но если мне не нравилось блюдо, почему-то часто я попадала на пересоленые. Я понимаю, что официант не виноват, но я не оставляла ни копейки. И в такси. В такси, Яндекс.Такси, очень удобное приложение. У тебя списываются деньги с карточки, и там нажимаешь на кнопку, что, например, за каждую поездку у чаевых 10 процентов или 15 процентов. И тебе даже не нужно думать о том, сколько дать этому таксисту, а сколько дать тому таксисту. У тебя все автоматически списано. Вот. Ну, иногда были там грубияны, которые громко музыку играли. И когда их там просишь сделать потише, они как-то огрызались. В этом случае я не оставляла никаких чаевых. Оль, а был такой случай, когда ты, например, в ресторане оставляешь чаевые и видишь по лицу официанта, что он хотел больше? Что вот ты его поставил, а вот он, ну как-то так, знаешь, ээээ, такой типа, эээ, ну, я же тут ходил 4 раза к столику вашему. Да, и даже там в супе не было таракана, да, понимаю. Там ты оставляешь чаеви в такой закрытой книжечке, они приносят тебе чек в книжечке, и ты оставляешь наличку в этой же книжечке, и открывают ее они где-то там за прилавком между собой. И поэтому, к счастью, ты не видишь лица этих официантов. То есть последние годы эту наличку, ее не видно. Иногда бывает, что они приносят какие-то тарелочки, там лежит чек, да, там кладешь. Видела я так на лице какое-то разочарование, но при этом я вижу, что он пытается его скрыть, это разочарование. И тебе улыбается, и говорит спасибо, и приходите к нам еще. А сам, думаю, больше никогда сюда не приходи. Может, он так и думает, но он не может повлиять на эту ситуацию. Поэтому плюс за ними там же еще какая-то есть, ну, как-то за ними наблюдают, да, скажем, вышестоящие руководители, и поэтому они все равно обязаны быть вежливыми, приветливыми, и пригласить прийти еще раз. Что они и делают. А такой вопрос. А бывали случаи, когда ты ходила, например, в какую-то кафешку, которая очень старая, которая с традициями, например, с подругой, где вы покушали, отсидели на этих стульях, даже немножко покрошили, расплатилась и вспомнила уже потом, что не оставила чаевые? Да нет, нет. Либо я никогда не вспоминала, что я не оставляла, либо я оставляла всегда, либо еще вот в последнее время в России мы же постоянно платим карточками, а в счет нельзя заложить в России чаевых, в отличие от Америки. Соответственно, чаевые можно оставить только наличными. И у тебя часто нет наличных вообще. И ты просто не оставляешь чаевые, но почему-то меня совесть не грызла вообще. А в Германии? А вот в Германии я была после локдауна в двух заведениях. Один был это ирландский паб. Ну просто паб, я не знаю, почему он назван ирландским. Там ничего ирландского не было. И там даже не было бочкового пива, только все в бутылках и даже чек они не приносят. То есть просто подходишь потом к барной стойке, тебе говорят сумму, ты платишь. Он сказал, что сумму сколько? 70 евро. Да, ну цена была, скажем, достаточно адекватная, поэтому я не стала выяснять. Я думаю, он туда заложил чаевые, причем вполне себе приличные. А в другой раз я расплатила с карточкой и забыл оставить наличкой, при том, что было шикарное обслуживание, шикарная еда. И вот меня уже пять дней мучает совесть. Да, вот я не оставила чаевые. Вот. Больше у меня в Германии опыта чаевых нету. Парикмахеру я оставлю. Будет, да, да, да. Буду смотреть, как здесь люди с этим справляются. Александра, перейдем к тебе. Рассказывай свою историю. Как в России, как в Германии, как в Америке. Во-первых, брала ли ты чаевые, давали ли тебе вообще? Сама я никогда чаевые не получала, потому что никогда не работала в профессии, которая подразумевает получение чаевых. Откаты, скажу честно, предлагали. Не брала, но предлагали. А чаевые нет. Но при этом чаевые я всегда оставляю. Я, честно, немножко против того, что говорит Ольга, потому что еда, это относится к повару. Ты оставляешь чаевые не повару. Ну, это лично я так считаю. Я оставляю чаевые за обслуживание, за то, как меня поприветствовали, за то, как если у меня есть какие-то проблемы, мы их попытались решить, решили, вышли из ситуации и так далее. Ну, вот такие вещи. Для меня это важно. Если меня устроило все, я оставляю где-то 15%. Если, ну так, средненько 10, если вообще не устроило, я оставляю 5%. Ну, серии чек на 1000 рублей, я оставляю 50. Вот. Помимо этого, я всегда оставляю чаевые вот в маникюрном салоне, куда я хожу. А парикмахерам не оставляю, потому что... Я угадаю, как называется твой этот салон в России, как называется. Пальчики. Да, пальчики. Только хотел сказать. Да, пальчики. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что это второй дубль, поэтому не посмотри вещи, я даже знаю наперед. Вот. Если салон парикмахерский принадлежит тому, кто меня стрижет, я не оставляю. Чай, я считаю, что это бессмысленно. Потом, опять же, как Ольга уже говорила, да, действительно, в Москве в такси очень удобно это делать, потому что сразу с карточки списывается. Ну и во всяких отелях, если ты летишь отдыхать за уборку, там, я обычно, ну, оставляю какую-нибудь мелочь, которая у меня есть. Вот. Приехав в Германию, ты поменял эту сумму, этот процент, который ты оставляешь в виде чаевых, или также 10-15 процентов, как в России? Мне пришлось поменять, потому что... Из-за кого? Потому что иначе бы меня съел мой муж, прекрасный Павел, потому что, когда первые разы я к нему прилетала, хотя я достаточно часто до переезда сюда и до знакомства с ним летала в Европу, просто всегда оставляла по московским меркам чаевые. И когда он это увидел, он меня начал очень сильно ругать, и говорит, нет. Я говорю, ну, ты оставь. Он говорит, нет. Я говорю, ну, хорошо, тогда я оставлю, и мы с ним... Ну, если сервис-то был плохой, надо тогда... Нет, Паш, не надо, я тебя просила при хорошем сервисе оставить хороший чай с размером на 10-15 процентов. Ты на меня начинал ругаться. Дорогие друзья, не переключаемся, и теперь слушаем версию Паши. Паша, расскажи свою версию, как это было? Как это было? Ну, я обычно в кафешках, ресторанах и в подобных заведениях, если мы сейчас говорим не про банкет, а если мы только пришли и выпили по стакану кофе, я обычно всегда округляю, если сервис был, ну, скажем, приемлемый. Если сервис был сверхординарный, я, конечно же, оставляю чаевые. Вот. А ты когда-нибудь получал чаевые? Да, я получал. Я периодически получал и получаю чаевые. То есть, да, я периодически даю чаевые. То есть, когда идет речь о каких-то автомастерских, я всегда бросаю какие-то деньги в кофейную кассу, если сервис был очень хороший. или же привожу ребятам с собой, ну, скажем, пузырек чего-нибудь высокопроцентного, чтобы их обрадовать. Я получал постоянно... Например, высокооктановый бензин. Ну, скажем, стандартные вещи. Водка, виски. То есть, мне, если ребята реально сделали так грамотно и выложились на 100%, я всегда рад их как-то еще дополнительно отблагодарить. Мне вот так один раз произошло, что мне шины на мотоцикле успели поменять, и мне их привезли в 10 часов вечера к моему гаражу, на мой адрес. И, конечно, я им за это подарил бутылку ирландского виски. То есть, ну, это вообще никак не обсуждается. Но при этом мы с тобой, в частности, как автор мото-подкаста, не рекомендуем и вообще запрещаем людям употреблять алкоголь и садиться за руль. Естественно, я сам... За штурвал и так далее. Естественно, я сам... Сейчас, Паш, прости, перебью, я еще дополню, что не только как муж, мой муж, как автор мотоциклетного, но я, как автор автомобильного подкаста, тоже даже запрещаю людям выпивать за рулем. Да, конечно. Не взломайте. Вот, если вы выпили хоть рюмашечку, вы будете дело иметь и с Пашей, и с Сашей. Да, вот именно так. Они прилетят очень быстро. Александр, переходим к тебе. Рассказывай, получал ли ты чаевые и оставлял ли? Если да, то где? Раз мы уже проговорили про рюмашечки, то скажу, что в Германии разрешается бутылку пива выпить и потом ехать. Вот, я этим обычно пользуюсь. Александр, я прошу прощения. Да, я знаю, что в Германии это разрешено, но вот я даже просто по себе знаю, выпив бутылку пива, все равно немножко меняется восприятие, даже там есть, будь это Радлер, который всего 2,5%, все равно это не очень хорошо. Я стараюсь так не делать. Может, это оно меняется, пока ты пьешь, но если ты едешь через час, уже ничего не чувствуешь. Ну, если через час, два, я соглашусь. Но если ты выпил и поехал, так лучше не стоит делать. я обычно еду где-то встречаться с друзьями, допустим, поехал в Вольштадт, я там выпил бутылку пива, и потом мы там еще час-два сидим, я уже не пью. Ну, это совсем другой разговор, это уже выветрилось. Но я тоже никому не хочу рекомендовать. Еще есть такая правовая проблема. Ну, я лично не пью за рулем или за штурвалом, потому что, во-первых, у меня должно быть ощущение, не знаю, какого-то пилота-истребителя, то есть я должен быть всегда готов ко всему. А с правовой точки зрения, если выпили, и даже это все в рамках, и даже если в вас врежется, то у вас всегда будет от 25 до 50 процентов части вины этой ДТП с правовой точки зрения. Ну, я знаю, что я выпил пол-литра Гиннеса, вот, и потом поехал домой, по дороге меня остановила полиция, дали мне подуть, я подул, они сказали, все нормально, езжай. Ну, они тебя спросили, Саш, что ты пил, ты вишь Гиннеса? тогда мы даем тебе не алкотест подуть, а какую-то плиту. Веселее было, например, музыкальный инструмент какой-то может быть ирландский. Александр, ты получал когда-то чаевые? Да, получал, вот, ну, не так часто, у меня работа с этим не связана, но когда-то работал на этих станциях там получал, потом всякие проводил там консультации, там еще там что-то помогал, ну, я не знаю, можно ли назвать это чаевые, когда ты помогаешь людям бесплатно, они тебя хотят отблагодарить и ничего не дают. Ну, это, скорее всего, благодарность, наверное, да, то есть это труд, это, скорее всего, ничего. А оставляешь ли ты и где, и в каких пределах? Ну, оставляю, как и все в ресторанах, вот, то есть, ну, обычно я оставляю около 5%, есть какие-то любимые рестораны, где мне, как бы, все нравится, все устраивает, там я могу больше оставить, ну, там 10 до 15 максимум, вот, ну, в Америке я не был, был, допустим, в Италии, там тоже уже были включены чаевые, уже включены были счет, ну, тогда сколько там написано было, сколько я оставлял, ну, там, по-моему, тоже процентов 10 было, или 15, я не помню, но не 25, как в Америке. Марин, у меня к тебе такой вопрос, я знаю, что так разбираюсь в разных странах, как ты думаешь, почему в разных странах разный процент чаевых? Ну, наверное, зависит все-таки от социального статуса страны, может быть, от оплаты труда работников все-таки, от минимальной зарплаты, в Германии, как мы все знаем, с этого года минимальная зарплата повысилась, по-моему, 9,47 центов стало, была 9,25 минимальная зарплата в час. То есть 9 евро 40 чем-то центов это в час? Да, и она будет повышаться до 10 в ближайшие, точно сказать, 2 года, 10 с чем-то будет, кто-то, может быть, на это подкорректирует меня, ну, то есть это все разговор о центах, но, тем не менее, это гарантирует минимальную оплату труда. Если человек... Можно я добавлю, прости, Мария, пожалуйста. Я знаю, могу сказать, да, ответ на вопрос Артема про Россию и про Америку. в Америке как таковой зарплаты официантов, например, нету, то есть, если она есть, она просто мизерная, и они живут именно за счет чаевых, поэтому там такие высокие чаевые, то есть, в принципе, даже 15% это считается, что если тебе вообще не понравился сервис, там, и так далее, а самый высокий это где-то, по-моему, в каких-то штатах доходит до 30% от чека. Вот. А в России, в принципе, та же история, что у людей просто мизерные зарплаты у официантов, и поэтому принято оставлять чаевые, и даже в некоторых ресторанах, если ты заказываешь банкет, тебе говорят, вот, вы от чека там должны заплатить 10%. Если ты приходишь там на 10-15 человек, берешь там стол, и тебе говорят, вот, пожалуйста, там, в конце 10% наликом будьте добры оплатить официантам чай. Вот, например, в Германии. Перебили и не дали мне договорить, кому еще даю или не даю чаевые. Давай, продолжай. Я еще не рассказал, что, допустим, в маникюрных салонах я не даю чаевые, потому что я туда не хожу. Вот, таксистам бывает даю, бывает не дают. Вот. Ну, хотят постоянно. Хорошая вкладка у тебя была про маникюрные салоны. А я испугался. Я просто начал молчать. Александр, а вот в отелях там где-нибудь типа в Италии, на Майорке, в Турции ты оставляешь? Ну, да, там принесли чемоданы, за уборку тоже оставляю. Вот, ну, не оставишь, они же не уберут. Правда, оставишь, бывает, тоже не уберут, но куда деваться. Кстати, у меня, знаете, какой вопрос был? Простите, что перебиваю. Если совсем плохо, то не оставляю. Вот, все же, наверное, ездили когда-то на какие-то экскурсии, там, с автобусом, с группой, и кто-нибудь когда-нибудь гиду оставлял на чай, гиду, водителю, вот, особенно там где-нибудь в Турции, в Египте? Ты знаешь, давай я отвечу, я когда приехал в Германию, первое время, ну, меня отправляли на эти такие небольшие туры в автобусы, русскоговорящие турфирмы, там, на один день, и, в принципе, там, как вот, было такое, что на выходе, ну, сначала аплодировали водителю, как в самолете, и давали такую маленькую чашечку по кругу, пустили по всему автобусу, чтобы каждый положил какую-то мелочь, ну, понятно, что хочешь, кидаешь туда, еврик, хочешь, нет, то есть, такое было, именно вот в небольших таких туристических поездках, вот, водителю точно помню, что все собирали, а гиду, ты знаешь, не помню, не помню, но хотя я прочитал перед нашим эфиром, что, в принципе, в Германии где-то прописано, что гиду один-два евро дают, экскурсию, ну, это так. За Германию, честно, не помню, но вот я помню, что мы были в Египте, это, правда, было очень давно, это было, из серии лет двадцать назад, я была с папой, и мы ездили там к этим, к пирамидам Гизы, вот туда вот, и нам этот туроператор сказал, что обязательно, когда закончится, оставьте гиду и водителю, то есть и тому, и тому. У кого какой опыт есть с поводителями, гидом? Ну, я помню, что было такое, что собирали или там просили там на экскурсии, или когда едешь куда-нибудь, там, в отпуск, там, трансфер, вот, ну, за трансфер иногда, если быстро привозили, то я додавал, на экскурсии, когда ездил, тебя целый день так увозят, там уже ничего не хотелось, вот, и не хотелось никого видеть, то я не помню, по-моему, не давал. Я могу сказать, что дают, да, давали, мне кажется, гидам за хорошую действительно экскурсию, и водителю, автобусу или организаторам на моем опыте давалось, а я хотела, может быть, спросить у вас, а как вы думаете, немцы отличаются от нас, от русскоговорящих, дают они чьи вы, у кого какой опыт? Отличаются. Я могу сказать по себе. Давайте я как бы начну. Я не знаю, как они отличаются, немцы, от всех русскоговорящих, я могу сказать, как отличаются те немцы, которых я видел от меня. То есть у меня, ну, у каждого, наверное, в жизни были такие ситуации, знаешь, когда идешь в ресторан, и такое вот настроение, такое эгэгей, ну, есть такое настроение, эгэгей, вот, и тогда, да, там вот, иногда даже чаевые превышали в нашей молодости. опиши настроение эгэгей, у нас же веселый подкаст, давай. Что сделать? Ну, опиши настроение эгэгей. Это когда, например, официант приносит счет, а ты с друзьями оставляешь чаевых больше, чем этот счет. Это очень эгэгей. Да, вот, и это как бы такой вот атмосфера у меня ресторана осталась, я приехал сюда, вот, начал с кафешек, и я заметил, что, что меня сразу поразило, сидит компания людей, ну, например, молодых, не знаю, местная публика. очень дружны они во время поедания какого-то круассана, пьют капучино, ну, дружба-дружба, прямо вот вообще дружба. Когда приносят официант счет, вот это вот, знаешь, идея дружбы как-то меняется, вот такой бухгалтерский подход, когда каждый из них начинает считать, я там сел две булочки, а я два сахара положил, а я мед не брал, и вот потом этими пальцами это начинают эти копейки под столу водить, кто кому что-то должен, то есть, вот такой, знаешь, как-то вот это меня поразило тогда, и вот я видел в этом отличие. Может быть, это подход, можно назвать, экономный, что здесь все-таки люди более экономные, что много не дают, тем более, например, википедию, если открыть в Германии, стоит, что чего-то 5-10 процентов, ну, в принципе, как по Европе, там, ну, ну, в среднем 5, вот, может быть, из этого, но это меня, скорее всего, скажем так, не отличило от других людей, ну, скажем, я увидел эту разницу, и в Германии живу уже там лет больше 15, ну, все равно, как бы, не эгегей у меня до сих пор, да, но, либо округляю, конечно, если там просто чашечка эспрессо, либо, если чаевые, и как все наши уже друзья подкасты сказали, есть ли хорошее отношение, есть ли атмосфера, если действительно человек работает, то, конечно, не жалко оставить, ну, такой мне ответ. Артем, и я с тобой полностью согласен, и экономное это даже не то слово, тут дело даже не только в экономии. я не хотел другое слово просто говорить, нашел экономное. Вот, тут дело не только в экономии, они любят вот это вот, копаться в какой-то ерунде, которая никому не нужна часами, вот они бюрократы за какую-то запятую зацепятся, вот у нас сейчас по работе мы обсуждаем там, ну, проект, и вот они могут одно предложение полтора часа обсуждать, где там поставят запятую, какое слово лучше употребить и так далее. Полтора часа они одно предложение могут обсуждать. по поводу запятой и экономии. Я сейчас быстренько скажу свою историю. У меня когда-то был интернет от провайдера Deutsche Telekom. Ну, это что, давно, приехал уже в Германию, я от него переходил на другого провайдера, и там, видать, какая-то осталась, там, ну, может быть, один день у меня был какой-то лишний, я не знаю что, и мне пришло почтой, ну, письмо тогда стоило, я не помню, скажем так, 35 центов, да, марка стоила 15 лет назад, не помню. Если кто помнит, сколько стоила марка, обычное письмо. В общем, пришло мне письмо с наклеенным марком, там был этот формуляр для заполнения и проплаты, и там, знаете, сколько стояло, я должен был Deutsche Telekom, 2 цента. Всего лишь 2 цента. Но мне пришло, да, я должен им был перевести 2 цента, ну, там, за какое-то время, что вот они сделали пересчет, что я от них ушел, но все равно какой-то долг остался 2 цента. Я так смотрю на марку, там, 35 центов, и этот мой долг 2 цента. Мне кажется, после этой, и прости, что я перерываю, мне кажется, после этой истории можно даже не обсуждать, насколько немцы отличаются от нас в плане шедрости. А Оль, можно спросить, а не так давно в Германии, Оль, давай в твоем мнении, такая свежая, еще здесь, как это было? Так я, я же на карантине сидела, и немцы тоже сидели, да, я не могла их наблюдать, скажем, в естественной, в естественной среде обитания. Но сейчас я вспомнила, я как-то зимовала в Гоа, несколько месяцев жила, и туда также приезжают немцы зимовать, и с одной дамой мы как бы подружились, ну, почему как бы, она меня хотела, мы даже собирались один дом вместе снимать, но она хотела меня развести на деньги с оплатой, вот, аренды, да, чтобы я платила 80%, и она 20%. И поэтому у нас с ней дружба не заладилась, и еще было несколько немцев, и мы ходили вот там в Индии в различные кафешки, рестораны, ну, да, я вот не помню, чтобы они оставляли вообще чаевые, и вот, скорее мне бросилась в глаза какая-то вот, вот эта вот педантичность в плане, что там добавить в коктейль и в сок, они там все были веганы, эти немцы, и вот сахар такой, а положите мне в сок пол ложки вот этого сахара простого, и пол ложки, есть такое, называется джингар, если я не ошибаюсь, это пальмовый сахар, такой веганский, полезный, пол ложки этого сахара, вот приносит ей этот сок или коктейль, она пьет и говорит, нет, я по вкусу вижу, что вы мне положили ложку того сахара, а пол ложки другого, а я вас просила пол ложки этого, пол ложки этого, И прямо вот отдают, говорят, переделывайте коктейль, вот это всё целиком. А коктейли в Индии – это всё, это не какая-то бурда, это всё натуральный сок выжимают из свежих фруктов. И вот с этим я сталкивалась. И вот когда они просили переделывать, это было постоянно. Они не платили за второй экземпляр чего-то, это не оплачивалось. И в этом случае речь о чаевых вообще не шла. Вот. Ну вот такой вот у меня опыт экзотический с немцами пока. Это у них прямо какая-то колониальная политика, в Германии никакого не позволили. Но мне кажется, это такая типичная немецкая вещь. Я всегда вспоминаю историю, когда в Москве только открылся Аэроэкспресс, и я когда-то после рейса приехал, ко мне подошла, ну скажем, официантка навеселее спрашивает, что хотите, чай или кофе? Я говорю, ну давайте мне, пожалуйста, кофе. Она засмеялась и говорит, а кофе нет, будьте чай. Это в принципе, мне кажется, у немцев вообще просто волосы бы все дыбом стали на спине. А для нас это вполне нормально, мне кажется. Чай или кофе. Мы с Мариной были, ну не будем называть это заведение. И там, Марина, что мы тогда попросили у них? Это какое-то пирожное, как оно, кезе-кухон или что-то, не помнишь? Ой, это известное место в Дюссельдорфе, да, кезе-кухон, да, такой пирожок. Да, пирожок там с внутрости с чем-то. И принесли, и как бы так вот туда вилку совываешь, и оно не готово. Да, Марина, объясни, лучше ты по кулинарии. Я мне как-то, я не знаю, как это описать. Что там было внутри? Ну, причем мы были довольно-таки постоянными гостями этого кафе. И оно есть, и в Дюссельдорфе. Постоянная публика, наверное, есть. Но рассчитано, наверное, на большое количество гостей. Так мы заказали не первый раз, опять же, повторюсь, пирожок-творожник. Сок такой самый классический. И нам в который раз... Как ты хорошо перевела к языку. Пирожок-творожник. Такой кудечник-творожник. Ну-ну. Да, и он был все время непропетенный. В какой-то момент мне было настолько уже неприятно платить. И вообще, почему привносят такой недоготовленный пирог. И я прямо официантке говорю, а вы знаете, что он у вас сырой? Причем он постоянно сырой. Она говорит, без проблем. Мы знаем, что он сырой, все едят, и все нормально. Да, то есть мне понравился подход. Официант знает, что он сырой, что его, в принципе, кушать не будет. Она знает, но она его все равно предлагает. То есть такой тоже был опыт. Мы говорили с вами о том, что часто чаевые – это как бы такое мерило качество обслуживания. Тогда у меня вопрос. Почему мы не оставляем чаевые, например, в продовольственных магазинах, которые еще труднее работают? И они там тоже бывают, улыбаются, спрашивают, как дела на кассе. Я думаю, это просто социальные устои. Вот и все. Нет, но еще есть другой момент. Скажем, если официанты живут за счет чаевых, но не в Германии, в Германии у них зарплата, то продавцы в магазинах получают зарплату, которая соответствует какому-то там прожиточному минимуму. Это одна причина. И второе – все-таки социальные какие-то правила. Вот принято давать, да, парикмахер, маникюрша, педикюрша. А вот в магазинах не принято. Мне прошла такая мысль. Мы все время говорили о том, что в Германии дают меньше чаевых, потому что официанты получают лучше зарплату, чем в других странах. А вот мне родилась такая мысль, а где курица, а где яйцо? Может быть, ими работодатели вынуждены платить зарплату, потому что знают, что чаевые им все равно не дадут. Но работодатели все равно вынуждены платить минимальную зарплату, да, вот эти 9 копейками евро в час за любой труд. А, ну и это и плюс. Давайте скажем честно, что в России официантам платят практически всегда по-черному. В Германии это довольно сложно. Тут еще налоги из чаевых возьмут, которые обычно получают. Потом возьмут налог с налога, ну на всякий случай. Налог с налога и тогда да. Кто знает, почему чаевые называются чаевыми, а в Германии это трингель? Есть какие-то идеи, версии? Марина пишет у нас, обычно там где-то капошишься в недрах интернета. Сегодня я не готова, давайте спасайте меня. Могу я один раз прогулять домашнее задание. Я могу сказать про трингельд. По аналогии, вот, например, во Франции чаевые называются пурбуар, для питья, да, что перекликается с немецким трингельд. И, я знаю французскую историю, давали официантам на выпивку, чтобы не были свободные деньги на выпивку. То же самое в Германии. А вот почему в России это чай, а не какой-то там алкоголь или просто выпить, я не знаю. Ну вот нам большая тупость энциклопедия под названием Википедия пишет, что одна из версий – это в Англии в 16 веке, когда пошла традиция пить чай, гости приходили к домочадцам, пили чай, иногда оставались на ночлег, и потом оставляли небольшие какие-то деньги, как благодарность за вместе выпитый чай. Вот, но это одна из версий, хотя она больше подходит для русского языка, у нас называется именно чаевые. Вот, а так, конечно, точной истории и прямо факта, по-моему, не существует. Вот, откуда это пошло, и тоже мне очень интересно, почему, кто выбрал именно эти сферы, где оставляют чаевые, да, то есть вот те сферы, там, кафе, ресторан, это сто процентов надо что-то оставить. Я так понимаю, что потому что люди тебя обслуживают, конкретно тебя. То есть там, где идет обслуживание конкретного человека, то есть вот даже если привести в пример твой вопрос с магазином, не конкретно же тебя обслуживают работающие магазины, они обслуживают магазин, и попутно тебя. А там, в ресторанах, кафе, парикмахерских, я не знаю, ну, везде. Люди обслуживают конкретно тебя. Хорошо, а я пришел к врачу, он сидит со мной один на один, он меня обслуживает, он меня там что-то проверяет, замеряет. Ну, в России им приносят. Чайевые? Благодарность? Или взятку. Благодарность. Вариант второй. Каяк, иногда и денежку приносят. Давайте сойдемся на том, что чайевые – это и есть в какой-то степени благодарность, и в какой-то степени это и есть какая-то, давайте назовем этим глупым словом, взятка или откат. Ну, благодарность давайте остановимся. Да, давайте назовем благодарность. Потому что мне кажется, что цена всегда зафиксирована, а то, что мы даем сверху, это мы благодарим официанта за какое-то сверхординарное обслуживание. То же самое и со всеми сферами, где мы даем лишнюю денежку. Я бы сказала «благодарим за то, что не плюнули нам в еду». В лицо, ты хочешь сказать. Ну, и в лицо тоже. Но в любом случае это не откат, откат – это вообще другое. Откат – это когда ты получаешь деньги, и с этих денег делишься с тем, кто тебе помог эти деньги получить. У меня тут такая тематика возникла, что мы живем все-таки в 21 веке, в веке интернета, и кругом есть отзывы, какие-то фидбэки, оценки. Не будет так, что, например, оценка в Google или отзыв какой-то заменят чаевые? Нет. Ну, как она может заменить деньги? Когда ты идешь в ресторан и, оплатив чек, даешь чаевые, ну, я, опять же, говорю лично про себя, я их даю официанту, как Паша правильно сказал, я его благодарю за то, что он меня хорошо обслужил. Да, это моя ему благодарность, потому что он мне подносил еду, наливал там вино, приносил воду, не плюнул в лицо или в еду или в напиток. Ну, то есть это как-то такая маленькая благодарность за его работу. А оценка в интернете, ты оцениваешь все. То есть вот, например, если я официанту скажу, вы знаете, вот у нас был, кстати, такой случай в Люксембурге, да, Паш, по-моему? Когда я заказала себе еду, мне принесли, а она была ужасно соленая, просто вот невозможно. Да, тебе не понравилось. Не то, что не понравилось, это есть было невозможно, потому что пересолили. Я позвала официанта, она сказала, да, конечно, я сейчас приглашу к вам администратора, все. Ко мне подошел администратор, все узнал, вот, он сказал, ну, там, он принес мне извинения от ресторана и сказал, мы вам заменим блюдо, и то уберем, значит, из чека. Не, не, Саш, подожди, 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 давай какую-то, какую-то, значит, речинку. Он принес тебе свои извинения и голову шеф-повара. Ну, можно и так сказать. Ну, он меня спросил, хочу ли я взамен голову шеф-повара, я была снисходительна и сказала, что мне будет достаточно нового блюда. Голову пришейте. Да, можете обратно пришить. Вот, а когда я иду в тот же самый интернет, там, и пишу отзыв, я пишу, что, вот, там, ресторан хороший, еда вкусная, заказала то-то, 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 или сервис был хороший, потому что нам, там, заменили невкусную еду и ничего нам, ну, ничего мы за это не доплатили, я просто его оцениваю. Я же не благодарю ресторан, там, или его работников. Я его просто оцениваю, чтобы люди видели, идти туда или не идти. Это мое мнение. По поводу отзывов, отзывы интересны владельцу заведения, но они гораздо меньшей степени или вообще не интересны официантам. То есть, это выгода, если отзывы хорошие, выгода владельцу заведения, если они плохие, то он теряет клиентов. Ольга, я прошу прощения, я вас перебью, но давайте по-честному. Если официант себя хреново ведет, то там клиент пойдет. Можно и чайы не дать, и оценку поставить. Да, и оценку написать, и потом начальник, ну, хозяин ресторана по голове не погладит. То есть, как бы на данный момент, как раз за счет появления этих оценок, там, во всяких Пинтерестах, там, TripAdvisor и так далее, официанты работают не только за чай, но и за оценки. Потому что они не хотят по голове получить. И они понимают, что чем лучше будет обслуживание, тем больше у них будет чая. Это, как бы, замкнутый круг. Я считаю, что дают, когда оценку на сайте, если хорошие оценки, то будет больше клиентов, и цены будут повышаться, вот, и, соответственно, и официантам хорошо. А если будут плохие оценки, их выгодят с работы. Потому что хозяину будет невыгодно. Но в любом случае это не заменяют чаевые, потому что чаевые, вот, он сегодня получил, и это лично его. Да, но может они, я, кстати, слышал, что делятся с поваром, и тоже они. Вот, поэтому, как бы, я, если оценю, я оценю, как бы, все вместе. Если еда невкусная, официант может, там, танцевать вокруг меня и песни петь, я не буду давать чаевые. Не, ну, согласитесь, Александр, что если еда невкусная, вы сказали об этом официанту, и тут уже как официант себя поведет, поможет он вам заменить еду, да? Не, ну, если что-то не то, принесли или все пересолили, но если, в принципе, я пришел, и понимаю, что я пришел какой-то гамнюшник. Нет, ну, если настолько, то, наверное, да, ну, просто, когда, если что-то не так с едой, она невкусная, то есть, это чисто российское такое, ну, невкусное, ну, ладно, доем, там, за что уплочено, должно быть проглочено, но, как бы, во всех остальных странах мира это нормально, если тебе не нравится то, что тебе принесли, ты просто говоришь, что тебе не нравится, и тебе заменяют блюдо. Ну, а что они заменят, ну, если не умеют готовить? Не, ну, если, я говорю, если в принципе не умеют готовить, это одно. По этим вам вспомнилась история Макдональдса, я так кратко тоже расскажу, Макдональдсы заказали кофе, дали его, не то, которое заказали, капучино было, не капучино, а просто черное кофе. Нет, это было не черное кофе, это, 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 это как в детстве мы все готовили, из песка и грязи, да, ну, что-то. И вот, в принципе, да, они дали вот то же самое, что мы в детстве делали, из песка и лужи. Я пошла, пожалуй, культурно говорю, не то заказали, то есть не пошли в детали, чек показываю, сейчас, говорим, извиняемся, сейчас мы вам сделаем, проходит там три минуты, дают типа капучино. Что нам дали, Тёма? Ну, они дали какой-то тоже другой напиток второй раз, и я-то человек советский, говорю, Марин, неудобняк такой, всё, давай, поехали, просто выкинем там эти там три с половиной евро, ну, я просто краснеть буду больше, всё, пошли. Семь евро за два кофе, нет, нет, я пошла ещё раз ругаться, это был прям такой коронный. Ну, Марина долго живёт в Германии, она вот уже как такой капиталист, уже знает свои права, то есть пошла третий раз, а я уже сижу в машине просто красной, у себя это не... Ну, я просто, ну, я советский, и мне так всегда, да, в принципе, то, что вот, Саш, ты говорил, эту тематику, у нас не принято, да, там сказать, поменяйте мне блюдо, мне не нравится завощён. Да, у нас это не принято просто. Да, и я вот на той фазе, я остался, вот там моё развитие осталось, когда мне неудобно, то есть мне подсунули какашку, но я, ну, как бы, ну, блин, ну, вот именно, ну, никак. И вот, представь меня, сидящая вот в этой вот ауре, как нас учили, и Марина идёт третий раз в Макдональдс менять кофе. Мне дали четвёртый раз, на пятый мы выкинули, больше не дали. Да, то есть там был прикол в том, что четвёртый раз тоже дали не так, а пятый уже по моей методике, я говорю, Марин, ну, всё, мы выкидываем, едем, хочешь, там, пиши отзывы, звони, но я уже не то, что красный, я уже там синий, белый, буромариновый. Я говорю, сейчас либо скорая, либо ты с них кофе возьмёшь. Слушай, ну, обычно выкидываешься. Что вот меня мама просто приучила к тому, что за то, что ты заплатил, ты должен, как бы, если тебе не понравилось, надо за это бороться. У меня вот то, что Марина предложила сделать такую программу про такие скандальные истории, у меня есть очень много чего рассказать интересного, и у нас даже в семье появилась после одной поездки в Америку фраза «Мне недостаточно ваших извинений». Не хить голову шеф-поварам. Ну, нет, вот это относится вообще к всему, потому что эта фраза была из Блумингдейлс, когда там что-то они не так сделали, и просто вот мамина коронная фраза «Мне недостаточно ваших извинений». Мне, допустим, тоже неудобно. Бывает такое, что вообще есть невозможность, да, я прошу менять. Допустим, было один раз, он принёс мне очень остро, хотя я его не просил, но я сказал, что я не могу это есть, он и поменял. Вот, или было один раз, я заказал такой-то картофель, фолиан-картофель с лаксом, а там оказался не жареный лакс, как я думал, а какой-то с консервой. Ну, я сказал, что это солёный был, и я сказал, что это вообще никак есть невозможно, они мне поменяли там на курицу. Оль, а у тебя был опыт, когда что-то приносили и не подходило, как в такой ситуации? Да, ну, в Германии ещё не было пока, а так, с одной стороны, так же, вот как и ты, я мучаюсь муками советского человека, то есть такой внутренний конфликт, с другой стороны, я понимаю, почему я должна за свои деньги ещё мучиться. И побеждает обычно не советский человек, и я прошу это поменять. Тоже вот что-то было солёное, мне поменяли, невозможно было есть это в России, или какие-то сырые блинчики. А на самом деле изменяются и меняют, или вот один раз у меня было солёным, а он там ведро этого солёного супа сварил, то есть другого нету. Ну, тогда они просто говорят, выберите что-то другое, и вот это солёное не включают в счёт. Но вот я тебе скажу, муки, через муки у меня всё это до сих пор проходит, хотя я уже не маленькая девочка, да, и уже живу далеко не в Советском Союзе. И можешь дать сдачу уже. Да, уже могу дать сдачу, могу не дать чаевых даже. Миша, могу вообще не расплатиться, ещё пойду походу ещё и уйти. Плохой оценку написать ещё. Да, 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 ну вот такое есть. Но вот в Германии с чем я столкнулась, это ужасный кофе в булочных. Из чего они его делают? Я не знаю, либо они закупают какой-то самый-самый дешёвый, который никто не захотел на кофейной бирже покупать. Либо, вот я не знаю, в чём здесь проблема. У меня была история, я попала вот здесь пару недель назад в неотложку, но ничего страшного не было. В госпитале сидела, там пять часов рентгена ждала, и делать было не было. Ничего страшного, конечно, вообще, вот так сейчас говоришь, ничего страшного не было, там пять часов рентген делали, потом перевели в интенсив, ну там два дня, ничего не помню, меня выписали, то есть вообще всё нормально. На слуху. Не, 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 в Германии это отдельная тема, это отдельная программа. Хочу рассказать. Нет, меня отметили голубым цветом, это значит не срочно, и поэтому меня так долго не обслуживали, я имею в виду врачи и рентгенологи. Делать было нечего, и стоял там аппарат с кофе. И я выпила одну чашку в аппарате, вторую, третью я аппарат не налила, меня позвали к врачу, я пошла, давлюсь этим кофе, и заходит медсестра и спрашивает, девушка, у вас всё в порядке? Я говорю, вы знаете, у меня два, да, но этот кофе невозможно пить, и поэтому у меня вот такое вот лицо. А со здоровьем у меня всё в порядке. И она открыла рот, говорит, ах, ах, да, кофе, ну, 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 окей, окей, и вот и вышла, вышла из кабинета. Ну, а что ей сказать, это же кофе из автомата? Да, из больничного автомата, да. Надо сказать, что... Иногда, иногда, извините, не перебиваю, вот тоже в Германии проблема кофейная, конечно, есть. Иногда, иногда. Кофейный аппарат, бывает, делает лучше, чем, например, в булочный кофе. Вот, вот, по своему опыту, я как-то одно время работал на выставке в Кёльне переводчиком, и там были автоматы, и были как кафешки. Вот один раз, как бы, вот, в один день какой-то автомат делал лучше, чем в кафешке. Не знаю, почему. Нет, такое бывает, я с тобой согласна, такое бывает. Но больничный кофейный автомат, как правило, это вот что-то не очень удобоваримое. А насчет вот еды, я помню, мы с Пашей, когда поехали на, в наше свадебное путешествие, мы поехали в Турцию, и там был, значит, один, несколько ресторанов а-ля карт, и мы туда решили сходить. Это был, типа, китайский, китайский, какой-то азиатский ресторан. Мы, значит, выбрали, что мы будем, и там были какие-то дамплинги, пельмени. В общем, я взяла, мне приносит, я его кусаю, а там абсолютно сырое мясо, сырое тесто. Я зову официанта, и я говорю, вы меня что, отравить решили? Паша начал просто в голос смеяться в этот момент. Ну, я говорю, Паш, ну а что ты смеешься? Сырое тесто, сырое мясо, я как бы не хочу там ничего себе подцепить, и хочу отсюда живое уехать. Ну, у нас, в принципе, эта поездка, мы чуть не развелись в свадебном путешествии. Ну вот, а вот это вот, ну а что такое? А вам что заменить? Я говорю, представляете, красота было бы заменить. У меня к тебе просьба и к Паше. У вас, да, там, тематика подкастов, там, мото и авто. Я думаю, вам, может быть, для нас, слушателей, сделайте один подкаст, и тема мне уже понравилась. Мы чуть не развелись в свадебном путешествии. Можете организовать, да? Можем, конечно. Уже само название цепляет. Ну, это действительно так. Мы чуть не развелись в этом свадебном путешествии. Было бы смешно, если бы не было так грустно. А потом общими силами начали уничтожать этот отель. У нас менеджер уже знал по именам. Она с вами уже была на ты. Я бы на этой веселой ноте и ожидании нового подкаста закончить сегодняшний подкаст. Марина, я вообще думаю, что, в принципе, тему гастрономических подкастов можно будет продолжить, особенно в Германии. Германия – это действительно та страна, которая входит в тройку самого классного обслуживания, вкусной кухни, и где, я думаю, у каждого из наших... И в контактальных историях. Вот у меня сейчас, простите, у меня вопрос. Я надеюсь, ты это говоришь с сарказмом? Я это говорю, я это говорю, Саш, держа правую руку на левом сердце. Действительно, Германия входит в тройку по качеству обслуживания, по вкусу, по атмосфере, вообще даже по атмосфере кафе и ресторанов. Ну да, ну так уж повезло. Скандальные истории. Ждите, дорогие слушатели. Видит весело и горячо. Дорогие слушатели, сегодня наш подкаст был про чаевые, а для нас, для людей, которые делали этот подкаст, наверное, чаевые – это ваши оценки, ваши комментарии, и, конечно же, прослушивание. Делитесь нашими подкастами, подписывайтесь, комментируйте, пишите ваши истории. Нам будет всем очень приятно. Со своей стороны хотел бы всех поблагодарить наших участников, наших друзей в подкасте. Я думаю, все-таки мы как-то соберемся в оффлайне, уже можно, и, наверное, протестируем все, о чем мы говорили. Это как официанты будут нас обслуживать, какая будет еда, потом будем и с чьевыми разбираться, и отзывы писать. Мне вообще надо минимум сделать фотографию оффлайн, даже если не подкаст, хотя бы выставить наше. А еще снять больше. это всегда интересно. Я думаю, снять видушку, как мы все соберемся и в живой атмосфере, все, что мы говорим, что мы ожидаем от сферы обслуживания, все это записать. Я думаю, это будет интересно. Ну что, тогда есть какие-то у кого-то пожелания для наших дорогих слушателей? Будьте здоровы! Будьте здоровы! Всегда оставляйте чаевые или какую-нибудь лишнюю плюшку. Да, или хотя бы пузырек приносить автомастеру. Кому знали, это в Германии принято. Это вот для меня было удивительно. По поводу автомастера коротко очень тоже, где обслуживаюсь, очень хороший был мастер, и я всегда говорил его к начальнику, наверное, я говорю, ну может что-то привезти? Он говорит, ни в коем случае, как только какой-то пузырек принесет, неделю он не выходит на работу. Это прям как история из России. Да, да. Ну так мы же Германия, Германия и Россия имели очень долгую и общую историю. Нас же же объединяет, ну не нас, а две страны объединяют не только плохие моменты, но и светлые. Это да. Семейные дела назовем это так. Ну что, Марина, давай прощайся со всеми, с нашими слушателями, а мы помолчим, ты закончишь наш подкаст, так как ты больше всех получил чиновых. Марина? по-моему, Марина опять что-то с интернетом. А, Саш, я дополню еще, мы не только в стране живем, которая входит в тройку самого лучшего обслуживания, мы еще живем в стране, которая входит в пятерку с самым быстрым интернетом, с самым стабильным интернетом и качественным. Марина, ограничения снимаются и уже пора. И наконец-то мы сможем снять для вас, наших слушателей, то, как мы это делаем на самом деле. Да, дорогие друзья, не знаю, что со связью, но уверен, что Марина, как всегда, пожелает вам здоровья, крепкого, крепкого, большого здоровья. Я желаю. А, ты уже здесь, боже, как хорошо. Давай, Да, я всем желаю здоровья, спасибо, что были с нами, слушайте, ставьте нам оценки, это для нас как чаевые, мы рады новым эфирам, будут горячие темы, наши вечерние посиделки будут продолжаться. Ребята, спасибо вам за честный разговор, за интересные истории. Да, до новых встреч в эфире радио подкаста «Дюссендорф по-русски». Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова